Всем привет! В последнюю неделю декабря многие из партнеров YouTube, в том числе работающие с прямой партнеркой и с медиа-сетями, заметили резкое снижение дохода. У большинства оно началось 30 или 31 декабря. Задается вопрос, почему у меня упали доходы на YouTube, с чем это связано и что делать? Сейчас мы ответим на все эти вопросы. Что наблюдается на многих каналах в YouTube? Практически в три раза моментально, одномоментно снижается доход. К примеру, если доход был 40 долларов в сутки, то он падает до 15 долларов в сутки. И это не на одном каком-то канале. Практически у всех партнеров, с которыми я знаком, наблюдается такая ситуация. Вот пример другого канала. Здесь суммы были значительно больше. И падение составило также примерно в три раза. Это динамика CPM, то есть стоимости тысячи коммерческих воспроизведений. CPM тоже значительно упал. Причем падение началось несколько раньше, где-то в 20-х числах декабря. И затем 29-30 числа CPM начал падать еще существеннее. И сейчас стабилизировался на очень низком уровне. То есть падение CPM составило три раза. С 15 в среднем долларов до 5 долларов для данного канала. Соответственно, у кого CPM средний был в течение года, к примеру, 5 долларов, там может быть падение до 2 долларов, до 1,5 долларов. Динамика у всех сходная. Это выдержка из рассылки партнерской медиа сети AIR. Январь они называют мертвым месяцем в рекламном бизнесе, потому что большие объемы рекламных бюджетов были израсходованы к Новому году. И в начале года огромная часть целевой аудитории остается неактивной и не совершает покупки. Плюс закрыты многие магазины. И сами рекламодатели, соответственно, в этот период времени тоже проявляют минимум активности. Такая ситуация наблюдается, по словам AIR, из года в год практически на всех каналах. И продлится она где-то до начала или даже середины февраля. То бишь ждать нам 1-1,5 месяца. Затем начнется постепенный рост доходов. Также, в принципе, отвечает и официальная поддержка YouTube. Однако, если копнуть глубже, то у нынешнего падения есть еще скрытые причины, на которые, на первый взгляд, никто не обращает внимания. И вторая причина, о которой не сообщается в официальных репортах многих партнерских медиа сетей и официальной поддержки YouTube, состоит в том, что происходит общее ухудшение экономической ситуации, которое приводит к сокращению рекламных бюджетов. Причем оно многоплановое. Нельзя сказать, что у всех рекламодателей нет денег, и они просто поэтому урезают рекламный бюджет. Здесь вмешивается большое количество факторов. И не только благосостояние и благоразумие рекламодателей. Это и в целом ситуация в экономике. И то, что цены в итоге все пересчитывают на доллары. И политические составляющие, и влияние санкций. И в целом динамика, связанная с ценами на нефть. Но есть и другие причины. К примеру, в связи с резким скачком курса валют, в крупных городах люди массово раскупали автомобили. А реклама на автомобиле, как известно, самая дорогая практически. Но есть, конечно, более дорогие тематики, но из массовых она достаточно дорогая. И если на вашем канале, к примеру, показывали рекламу Лексусов в начале декабря или в ноябре, то в конце декабря и в январе уже этой рекламы не будет. Потому что, во-первых, эти автомобили подняли в цене. И спрос на них будет падать. Во-вторых, в крупных городах и в автосалонах в этих городах эти автомобили просто раскупили. Там нет товара в наличии. Поэтому реклама становится неактуальной. Ее не показывают. И что в итоге у вас остается? В итоге у вас остается реклама корма для кошек, реклама каких-нибудь моющих средств, может быть реклама игры Мир Танков, хотя ее сейчас тоже меньше стали показывать. То есть, та реклама, которая дешевле сама по себе, соответственно, будет ниже стоимость тысячи коммерческих просмотров, во время которых показывается более дешевая реклама. Более того, некоторые рекламодатели сознательно переходят на более дешевые форматы рекламы. Если раньше это были встроенные видеоролики, инстим, так называемые, то сейчас они во многом переходят на баннерную рекламу, в том числе на баннеры, расположенные сбоку от окна проигрывателя. Такая реклама имеет меньший показатель кликов, переходов по этой рекламе. И стоит она, соответственно, тоже меньше, чем реклама внутрипотоковая в видеоформате. Таковы причины падения дохода. Явные и не совсем явные. Что же с этим делать? Ну, в принципе, мы на это повлиять с вами не можем, поэтому необходимо просто продолжать работать. Я рекомендую вам придержать размещение каких-то наиболее интересных, перспективных видео. Зачем? Затем, что сейчас реклама дешевая, и если вы наберете большое количество просмотров на каком-то интересном вашем контенте, то в деньгах это принесет меньше, чем могло бы принести при нормальной стоимости рекламы. То есть придержите эти ролики, и пусть они у вас пока полежат в архиве. Если их размещение не приурочено к каким-то рейтинговым событиям или к текущим каким-то событиям, пусть лучше они будут размещены, когда выровняется и стабилизируется цена коммерческих воспроизведений, когда она вернется к более-менее докризисному уровню и к такому среднегодовому уровню. На этом, в принципе, все. Призываю никого не паниковать. Ситуация пока что не настолько критичная, и я надеюсь, что, ну да, вот за январь, конечно, денег особо не будет, но с февраля, я надеюсь, на улучшения. Мы будем следить за динамикой, будем находиться в контакте с группой поддержки медиа-сетей, и вместе будем отслеживать ситуацию. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. С вами Бонг Денис. Подписывайтесь на мой канал Коноден. Я желаю вам всего доброго.